Всем привет! С вами Сицилийская писташка. Сегодня будем говорить о самом неприхотливом растении. И о растении, которое оно покоряет своим ароматом. Это называется оно Брунера. Вот оно перед нами. И те, кто любит незабудки, оно, кстати, очень похоже на незабудки, только более крупное. И оно также используется в декоративном цветоводстве. Достаточно мало у него разновидностей. Всего три основных, которые встречаются как дикорастущие. Эти растения встречаются в хвойных лесах, в дубовых лесах, на лугах. Можно их увидеть где-то вдоль рек, в городе редко, но можно встретить. Но чаще всего они, конечно же, выращиваются как декоративное растение. Для него совершенно такие основные его предпочтения это, чтобы была и небольшая тень, и был небольшой солнечный свет. То есть наполовину тень, наполовину солнечный свет. Тогда оно будет идеальным просто расти в саду. Будет просто украшением любого сада. За что ценится это растение именно как садовое? У него огроменные листья, которые обрамляют цветки. Эти листья порядка до 25-30 сантиметров. Они опушенные. С обратной стороны более светлые, опушенные. И сердцевидные. И если говорить о сортах, которые именно культивируются садоводствием, листья такого вида растений. Бывают они белые, бывают с прожилками, бывают серебристые, с узорами. И когда сами цветочки насветают, то листья, наподобие как всем известные хвосты, вот таким образом украшает сад. То есть оно тоже как почвопокровное растение. Брунера называется... Она переводится так, как крупный лист ее перевода, именно этого слова. Но название пришло от ботаника Сумера Брунера, который путешествовал из Швейцарии на Кавказ. И таким образом зародилось данное название цветка. Это многолетник, у него синие-голубые цветочки до 10 миллиметров. Они достаточно такие крупненькие. Вот так вот вижу. Еще огромное преимущество, что действительно сильный-сильный-сильный аромат этих цветов. Очень сильный. То есть для любителей красивых таких ароматов цветочных, это то, что нужно. Нежнейшие цветы из серии незаводок. Их родина Малая Азия, Кавказ, Сибирь. Цветки собраны в венчик. Брахиморфный незаводковидный плод его орешек. Размножается оно семенами и делением корневищ. По его объему оно может быть в пределах где-то 40 сантиметров. То есть, хотя бывают сорта, которые как куст, они бывают и больше. То есть 60-70 сантиметров кустообразные. Именно у крупнолистной Бруннеры у нее множество, конечно же, уже сортов. Совершенное многообразие. Цветет оно с самой ранней весны. То есть, вот уже в апреле начинается его цветение. Сорта у него бывают... Из самых таких необычных сортов есть сорт Марли Уайт. Чем он отличается, то что вот такие же цветочки у него только белые. Тоже, конечно, невидимно красиво. И еще, конечно, интересные такие растения варегатные. Да, когда у с вами пилисты, они именно с белыми такими прожилками получаются очень эффектно. Цветочки с белым центром. Для декоративного выращивания, что им необходимо еще так же, конечно же, это растение любит все-таки увлажненную почву. И подкормки. Подкормки весной, подкормки летом. Почва должна быть гумусная, плодородная, проницаемая, влажная, удобренная. Любит компост, смешанный субстрат. Любит рыхление почвы. Также любит прополки. Вот эти вот сами стебли, они достаточно такие нежные. Вот стебли окрушенные. И их, конечно, нужно пропалывать, чтобы они, никакие другие сорняки, то есть, точнее, сорняки, чтобы не мешали цветкам цвести. Также важно, чтобы отсветшие уже цветочки нужно срезать. Тогда оно будет очень пышно свистеть, соответственно. И еще один момент, что, хоть оно и считается морозоустойчивым, некоторые виды, все-таки, желательно на зиму укрывать, чтобы на следующий год уже они вновь цвели. Род этого растения бурачниковый. Это семейство покрыто семенных двудольных растений порядка бурачника цветные. У этого растения есть несколько видов, которые очень-очень редкие. Они занесены в красную книгу. Незабудочник, например, уральский. Мертензия мелкопильчатая. Незабудка чекановского. Аносма многолистная. Вот эти растения, они очень редкие. Ну и, конечно же, бурачниковые, это и есть род. То есть та же самая Незабудка, это тоже род триджинистых растений семейства бурачниковых. В принципе, сам цветок очень похож на Незабудку. У Незабудки серединка цветка желтая. А у этого цветка она белая. Ну и опять же Незабудка, она поменьше у нее цветочек, нежели у Бруннеры. И аромат у Незабудки другой. Ну он тоже есть у них такой нежный запах. Но вот у Бруннера он очень сильно выраженный такой. И Незабудки, они более распространены, конечно, по миру, нежели вот именно на Бруннера. Она не так распространена, в принципе. То есть у нее Сибирь, Кавказ и Малая Азия. Это вот основные ее места произрастания. Такое вот оно неприхотливое. Конечно, сорта действительно культивируется повсеместно. Просто ей не требует особого такого прям ухода. Но в принципе, самое оптимальное главное создать ее световые условия. И тогда она будет пышно, очень свисти, красиво. И радовать глаз. И обоняние по вечерам. Особенно, когда цветы, они самый запах, самый такой аромат. У них, конечно, вечернее время. Поэтому, если особо и некогда заниматься садом и огородом, то вот это растение, оно очень подходит для таких вот занятых дачников, можно сказать. Такое вот интересное было, наверное, просто фантастика. Ну, а с вами была стилистка Фисташка. Я вам желаю радости, хороших выходных. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok